Всем привет, с вами Наташка, и я записываю третий подкаст. Да, я расскажу в нём три новости из моей жизни. В общем-то, давайте уже сразу начнём, перейдём к делу. Первая новость заключается в том, что... Да, сейчас каникулы, у многих каникул, у некоторых они уже, конечно, закончились, но у некоторых они ещё идут, по крайней мере, у меня. Вот, и на время каникул моя семья решила сделать в моей комнате ремонт. И да, конечно, делать не моя семья, а знакомый дядя очень хороший делает ремонт, но, в общем, это не важно, перейдём к делу. Да, так как в моей комнате ремонт, мой компьютер стоит не в моей комнате, и вообще он не стоит, да, его надо было убрать. Вот, и насчёт серий, насчёт летсплеев, я создала расписание, как бы такое образное для себя, и я хочу вам сейчас его продемонстрировать, вы посмотрите на него внимательно, и, в общем-то, я постараюсь сейчас в эти оставшиеся дни каникул, то есть до 11-го числа, выпускать серии, как у меня тут написано на экране. Но это расписание не стопроцентное, вы, если что, я какой-то день не выпущу серию, вы не расстраивайтесь, просто подумайте о том, что ремонт вещь непредсказуемая, например, вчера мне пришлось сдирать обои, после этого я 4 часа днём поспала, потому что я жутко устала, потому что сдирать обои – это жуткая вещь, самая грязная и самая противная, особенно, когда они не сдираются. Вот, а ещё потом я ночью спала, как убитая. На самом деле, то, что я спала хорошо ночью, это меня, наоборот, обрадовало, потому что предыдущие ночи у меня были не очень хорошие, я спала очень плохо, ну, те, кто читает мой твиттер, они могли прочитать то, что я написала про то, что я плохо сплю. В общем, да, это первая новость, то, что в моей комнате делается ремонт, и то, что выпуск серии, я не знаю, как получится, так получится, но, в общем-то, перед глазами вашими расписание, да. Ну, в общем-то, следующая новость насчёт учёбы касается моей. Многие знают, что я учусь в 10 классе, да, это правда, по идее, я должна учиться в 10 классе, но, в общем-то, я расскажу, я решила сдать 10 и 11 класс за один учебный год, то есть закончить школу раньше, чем мне положено, поэтому в этом году я учусь очень сильно, да, так как, потому что я, если бы я только 10 сдавала, то я бы училась так, ну, только 10 учила, а сейчас мне до декабря надо выучить 10 и его сдать все экзамены, а потом до мая выучить 11 и сдать 11, вот так вот, поэтому у меня учёба вдвойне серьёзнее, и насчёт выпуска серий, я, конечно, постараюсь их все делать, конечно же, они будут выходить, у меня не будет такого, что у меня будет застой, я не могу, не смогу 3 месяца выпускать видео, нет, я постараюсь их делать, но поймите, ребят, у меня учёба, и это очень важно, я хочу сдать, закончить школу раньше, и, надеюсь, у меня всё получится, я, надеюсь, всё сдам, да, на самом деле, в моей школе вы удивлены, в моей школе это возможно, сдать 2 класса за 1 год, если человек захочет, он может это сдать, конечно, это сложно, но надо постараться, в общем-то, сейчас я даже, когда каникулы, я сейчас учусь, учусь и учусь, у меня много дел, много учебников, знаете, в 11-10 классе учебники, в основном, они соединены, например, учебник по географии у меня, ну, на 11-10, то есть сразу же прочитать весь учебник, и тогда я выучу, да, и сделать всякие задания, в общем-то, ребятушки, это у нас была вторая новость, третья новость, она не совсем важная, но, в общем-то, для меня она важная, у меня появилась новая пупся, да, маленькая собачка, её порода йоркшеского терьера, маленький пёсик, который вырастет и будет весить 1,5 килограмм, это вообще очень мало, и, в общем-то, она сейчас щенок, и поэтому, как вы знаете, надо уделить времени собаке, её воспитать, чтобы она выросла хорошей и доброй пёсиком, у нас ещё есть вторая собака, то есть первая ей 6 лет, вот, и она тоже очень классная, и мы как раз завели ей друга, и себе друга завела, компаньона, так сказать, я давно с детства мечтала о маленькой собачке, которую я буду носить на руках, куда захочу, причём порода йоркшеского терьера такая порода, что у неё, то есть, ей больше места открыто, чем, например, для других пород маленьких собачек, ей больше всяких общественных заведений открыто, вот, и, наконец-то, когда она вырастет, я её буду с собой таскать везде, и это очень здорово, я просто, у меня даже, знаете, у меня, когда я в детстве описала такие записки, я хочу собачку, я хочу собачку, маленькую карманную собачку, которая будет сидеть у меня на коленях и меня любить, это в детстве у меня был написан листочек такой, не знаю, лет 8 или 7 лет, вот, и мне, в общем-то, мы завели нашу первую собаку, которую зовут принц, мы думали, что он будет маленький, на самом деле он вымахал под большую таксу, да, размером где-то большая такса, даже, может быть, больше, ну, и потом через некоторое время завели и маленькую собачку, когда мне исполнилось 16 лет, ну, в общем-то, да, да, её зовут Мишель, называю её Мишка Мишель, да, вот так вот, и вы можете сейчас на экране посмотреть фотографии, она такая маленькая, миленькая девочка, сейчас она сидит у меня на кровати и лижет мои коленки, да, это, конечно, она очень лизучая, она просто обожает целоваться, постоянно лезет, целует, лицо лижет постоянно, это, господи, так мило, ну, ладно, ребятушки, да, в общем-то, спасибо, что вы меня послушали, до свидания, да, встретимся в серии какой-нибудь или в ещё одном подкасте, хотя следующий подкаст не думаю, когда он будет, когда у меня будут какие-нибудь новости в жизни, да, тогда и будет, и всё, спасибо, что вы меня смотрите, я его очень сильно люблю, и я, конечно же, не буду запрасывать свой канал, потому что это очень важно для меня, вот, и это моё хобби, так сказать, и мне это нравится, ладно, ребятки, всем пока, встретимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова